Этого решения Министерства образования России, озвученного прокурором Нафиковым на сессии Госсовета Татарстана, ждали долгие месяцы. Время бурной полемики в обществе, серьезных размышлений о судьбе татарского языка и национальных регионов, анализа и разбора существующих проблем, которые в той или иной степени касаются каждого участника образовательного процесса. С одной стороны, именно в этот день появилась определенная конкретика в части статусного положения татарского языка в школах. Теперь его будут преподавать не как родной, а как государственный язык. Но с другой стороны, государственные языки республик, согласно новому варианту учебного плана, должны будут преподаваться в согласие родителей. Маленький шажок мы сделали, маленький шажок. Единственный, первый раз прозвучало о преподавании госязыков, о возможности преподавания. Ну, как преподавать, вот это другой вопрос. В обязательном порядке, недобровольном порядке. Мы совместно с Министерством образования наукной республики, другими заинтересованными органами и лицами, будем собираться обсуждать, как идти вперед, шаг за шагом вперед, чтобы решить этот вопрос. Это вопрос очень сложный, очень щепительный вопрос. Политика есть искусство возможного. Вот сегодня искусство возможного – это до двух часов изучения татарского языка в школах наших. Это хорошо, что татарский язык остался, мы будем его учить. Нам самим еще надо учить татарский язык, потому что мне звонят в последнее время очень многие мои знакомые, у которых в душе вот это национальное чувство, они есть, но они утратили язык по разным причинам. Они звонят и говорят, как жаль, что мы не сделали это, не выучили его вовремя. Сегодня мы будем учить татарский язык. Если мы закрепим статус государственного языка в будущем, мы можем все-таки его внести уже в учебный план в качестве обязательного? Я сторонник такого подхода. Я тоже взаимодействую с Министерством образования в этом плане. Мы выходим на парламентские слушания. Уже направили письмо в адрес министра образования, сформировав позицию из 23 пунктов. Если только мы говорим о том, что вот мы сейчас получили только примерные программы на этом успокоиться, это неправильно было бы. Депутат Государственной Думы и председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гельмудинов уверен, что озвученный федеральным министерством государственный статус языка в школах, по сути, открывает новые возможности. И это отнюдь не точка, а многоточие в решении языкового вопроса. Ведь главная проблема заключалась в том, что в федеральных образовательных стандартах государственные языки республик были приравнены к такому понятию, как родные языки. И эта ситуация и стала причиной недопонимания и неопределенности. Теперь, если в образовательных документах татарский язык будет прописан как государственный, можно будет и дальше, согласно Конституции России и Татарстана, отстаивать право на его обязательное изучение. Если мы говорим о едином образовательном пространстве, значит, нужно вопросами развития, сохранения родных языков должен заниматься и федеральное министерство, и федеральный центр, коим он на сегодняшний день, я считаю, недостаточно занимается. Что для этого нужно сделать? Значит, нужен, я так понимаю, при министерстве восстановить институт национальных школ. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Министерство образования и науки России татарский язык теперь рекомендует преподавать в объеме двух часов в неделю, как государственный язык. Еще плюс три часа его можно будет преподавать в качестве родного языка. В итоге получается все те же пять часов в неделю. Но теперь уже с одной оговоркой. Если на то будет согласие родителей. Такая вот, на первый взгляд, незамысловатая арифметика. Если учесть, что в Татарстане почти 70% родителей уже выбрали татарский язык в качестве родного, то в таких школах объемы его преподавания вполне можно довести до оптимального уровня. Но существует весьма серьезная опасность. Это добровольность изучения. В русскоязычных регионах России изучение, к примеру, татарского языка уже давно ведется на добровольной основе. В итоге в этих регионах свой родной язык изучает только 7% татар. За последние 8 лет количество людей, владеющих татарским языком, уменьшилось на 1 миллион человек. И это катастрофические цифры. Потому, по мнению экспертов, сегодня необходимо создать такие условия, при которых школьный предмет «Татарский язык» имел бы высокий уровень привлекательности. А это и внедрение новых методик преподавания, и качественный отбор педагогического состава, и создание лучших школ. Сегодня представьте себе школу, гимназию в России, такой гимназии, и сегодня нет. Это же поразительно. На пяти языках. На французском, на турецком, арабском, русском, татарском. Писатель Вахид Имамов приводит в пример исторические факты. Более чем 100 лет тому назад татарское Ишбубинское мадресе считалось лучшим учебным заведением в царской России. Выпускники этого мадресе знали 5 языков в совершенстве и, как правило, продолжали обучение в престижных европейских вузах. Примером такого же качественного образования являются и татаро-турецкие лицеи, созданные еще в конце 90-х годов. А вас не поражает, что туда, в турецкие лицеи, привозили детей с Павлодара, с Краснодара, с Красноярска, русских, русских детей? Потому что, во-первых, воспитательный процесс, это не сравнить с сегодняшними российскими школами. Значит, не надо выдумывать колесо. Сегодня надо. Срочно, срочно. Если мы хотим спасти свой национальный язык, национальное просвещение, национальное образование, сразу, немедленно, во всех райцентрах надо открыть одну, вот такую гимназию, которая ведется преподавание на четырех языках. Учителя же уверены, что для сохранения языка нужна языковая среда вне школы. Ведь уровень престижа языка зависит все-таки от трех факторов. От государственной поддержки, от отношения в обществе к двуязычию и от детей. Именно им говорить на нем в будущем. Ильзира Юзаева, Роман Безменов и Хамид Шамсеев «Семь дней». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова